Давайте воспользуемся TAS Definition, который мы с вами подготовили к предыдущем выпуске, который находится в нашем репозитории. DevOps Kitchen Talk Static Site в папочке Container Hosting ECS у нас есть TAS Definition JSON документ, в котором как раз-таки все актуально. Как вы видите, я когда его загружал в репозиторий, я сразу поставил Required Compabilities EC2 и Fargate, чтобы это отлично работало и в том, и в том окружении. Поэтому давайте нажмем Create New TAS Definition with JSON. Я скопировал в буфер обмена контента данного TAS Definition и нажмем просто Create. Он нам даст, по сути, DKT-демо TAS Definition. Соответственно, давайте перейдем к следующему шагу. Дальше нам надо с вами создать кластер. Для того, чтобы создать кластер, указываем DKT-демо в качестве нетворкинга. Так как видите, у нас ничего нет, надо будет создать VPC. Мы с вами это уже делали. Для того, чтобы создать VPC, как вы правильно помните, тут все достаточно просто. Есть отличный пересет, который все это создаст для нас. Только не давайте убедимся, что у нас в этот раз стоит какое-то количество надгейтвей, хотя бы одна штука в каждой availability-зоне. VPC endpoint нам не нужен, две availability-зоны, два паблика, два private-сабнета, сайдер-блок будет по умолчанию. Назовем VPC-дкт-демо и нажмем Create.VPC. В прошлый раз, как вы помните, мы допустили небольшую ошибку, а именно не создали надгейтвей. Из-за этого мы имели определенные проблемы при скачивании контейнера с гитхаба, потому что React-жетри находится в гитхабе, и это не совсем работало. Пока оно создается, давайте перейдем, соответственно, назад в ECS-консоль. Уже у нас, по большому счету, VPC должна появиться, поэтому мы в целом можем уже ее выбрать. В качестве сабнетов будем использовать приватные сабнеты, потому что мы будем запускать Fargate в приватных сабнетах с исходящим выходом в интернет. В качестве инфраструктуры мы оставим только Fargate. Это, как вы видите, то, что выбрано по умолчанию, независимо от того, как мы двигаемся по процессу. Также мы можем в кластер дополнительно включить EC2-машинки и external instances, используя сервис ACS Anywhere, но про него мы говорить не будем, потому что это достаточно такая относительно новый функционал, который позволяет вам добавить свои дата-центры для того, чтобы на базе этих дата-центров и готовых и существующих виртуальных машин поднимать контейнеры. Но в нашем случае мы этого делать не будем, потому что у нас негде это продемонстрировать. Нажимаем Create. У нас создается кластер. Это достаточно быстрый процесс. Между тем мы видим, что у нас до сих пор там создаются NAT gateway, что тоже нормально. Контейнер у нас... Кластер у нас уже создался, поэтому можем увидеть, что он готов к использованию. Теперь нам надо с вами перейти в Task Definition, нажать на наш Task Definition Deploy Create Service для того, чтобы создать сервис. Дек от Ademo мы выбираем по умолчанию. Fargate — наш стандартный capacity provider, на базе которого мы будем с вами запускать. Опять-таки я не останавливаюсь в деталях, потому что в предыдущем выпуске мы с вами это все уже рассмотрели. Я исключительно повторяю то, что мы с вами делали. Значит, сервис name будет DktDemo. Deployment options. Тут ничего интересного. Тут ничего интересного. Дальше networking. VPC у нас выбрано по умолчанию. Приватные сабнеты выбраны по умолчанию. Давайте создадим security group, потому что в прошлый раз у нас была проблема. Из-за того, что по умолчанию Amazon предлагает использовать default security group, там есть определенные проблемы по тем портам, которые доступны, например, для того, чтобы проходили health checkers — балансировщика нагрузки. Поэтому security group будет у нас называться ECS. ECS будет description. Нам надо тут добавить, соответственно, следующее правило. Значит, для нашего... Видите, получается, он не позволяет нам сделать какой-то кастомный порт, к сожалению. А, стоп, нет, мы можем сделать вот так вот, просто указать протокол TC. Нет, не можем. Он все-таки хочет почему-то кастом. Мы можем указать, например, 0, 0, 0, 8 сабнет. Интересно, так сохранится или нет. Паблик IP нам не нужен. Лот балансер мы будем создавать. Значит, лот балансер name у нас dkt demo. Мы создаем новый листер на 80-м порту. Мы также создаем новую таргет-группу dkt demo. Но, видите, у нас тут была проблема, что у нас тут нельзя кастомизировать security-группу, да? Поэтому давайте мы с вами вернемся в меню EC2, зайдем в раздел load balancers и все-таки создадим балансировщик нагрузки вручную, чтобы не было вот этой опять мешанины из-за того, что у нас в контейнере используется нестандартный порт. Значит, интернет-фейсинг, VPC такой-то, сабнет-публичный 1, сабнет-публичный 2, security-группа. Давайте ее создадим, чтобы опять-таки не допускать таких же проблем. Назовем ее application load balancer. Inbound rule у нас будет http, соответственно, со всего мира. Ну, и исходящий интернет, весь трафик, чтобы можно было отправлять health-чеки в нашу таргет-группу. Значит, выбираем lb. Дефолтную группу нам не надо уже, можем ее удалить. Теперь, соответственно, мы выбираем новую таргет-группу создать. Для ECS важно выбирать IP-адресес, особенно когда мы используем Fargate, потому что, так как в случае с кластером на базе EC2 instances тоже доступно, потому что мы регистрируем их с помощью автоскеллинг-группы, то в случае запуска контейнеров они регистрируются по IP-адресу. Поэтому выбираем IP-адрес, называем dkt-демо-таргет-группа, порт у нас 8080, VPC выбран, health-чек HTTP. Тут все хорошо. Так, choose the network. Так, не надо нам ничего добавлять. Мы просто выбрали наш VPC-сабнет. Все, создали таргет-группу. Возвращаемся к меню балансировщика нагрузки. Выбираем наш этот таргет-группу. Все хорошо. Ну и, собственно, все. На этом мы закончили создание балансировщика. Нажимаем создать балансировщик нагрузки. Возвращаемся в меню ECS. Тут мы, соответственно, вместо create-in-new выбираем use existing, выбираем наш существующий балансировщик нагрузки. Таргет-группа у нас также тут. Use an existing listener, use an existing target group. Все. Все это дело настроено. Все это должно отлично работать. Ну, единственное, что надо проверить вот эти вот security-группу, потому что я не уверен. Видите, очень обрезанные настройки. Я не уверен, что оно, во-первых, создастся. Ну, давайте попробуем. Так, что-то не создается. Где-то какая-то ошибочка. Ошибочка или ошибочки нету. Так, так, так. Листаем, 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 листаем. Деплой не нажимается. Ну, скорее всего, я так понимаю, как раз-таки из-за вот этого вот рула. Ну, давайте создать... Нет. Хорошо. Давайте добавим HTTP с security-группы нашего балансировщика. Вот так он создастся. Но нам надо будет подправить эту security-группу, потому что через интерфейс, получается, нельзя выбрать другой порт, но мы можем ее исправить вот тут вот изначально. То есть вместо вот этого HTTP-порта мы добавляем новый порт 8080 и в качестве security-группы выбираем наш балансировщик, чтобы сделать это более правильно с точки зрения best практика Amazon. И давайте проверим, что есть outbound rule. Да, all traffic разрешен. По сути, на данном этапе у нас должно все плюс-минус заработать. Давайте подождем. Ну что, прошло буквально пару минуток. Все стартануло. Статус сервиса active. Одна таска активна. Мы можем найти наш балансировщик нагрузки, зайти в таргет-группы, посмотреть на нашу таргет-группу, увидеть, что у нас One Health Instance. Теперь вернуться в балансировщик, скопировать адрес, ставить строчку браузера и убедиться, что сайт открылся. По сути, этот видео вышло намного короче, но опять-таки прошлый выпуск я решил оставить большим, потому что мне лично иногда интересно посмотреть, а насколько ли все получается с первого раза в таких видео обучающих. И как раз-таки процесс изучения проблемы тоже достаточно интересен с точки зрения образовательного свойства данного действия. Соответственно, мне надо наконец-то отказываться от слова «соответственно». Я на своих видео слышу чаще, чем слово «привет». Так что я надеюсь, что данный выпуск был полезен. Еще раз повторюсь, Fargate, EC2 — это всего лишь платформа, на которой мы запускаем. Кубики те же самые, просто разница в том, где это запускается и сколько это стоит. Потому что для каких-то задач Fargate дешевле, для каких-то дороже. То есть если вам надо постоянно крутить какой-то сервис в контейнере, в Амазоне, вы хотите начать с чего-то простого, берите ECS, берите EC2 Instance, минимального Instance Type, и это будет, скорее всего, дешевле. Потому что Fargate, он хорош для, чаще всего, временных вещей. Но это все надо считать. В моей практике чаще всего ECS используется с кластерами на базе EC2 машинок, потому что с этим проще работать, это проще дебажить и так далее. Но Fargate — очень классный вариант запуска контейнеров, особенно если вы хотите запустить что-то быстро, если вы хотите хорошо проскейлиться, не зависеть от автоскейлинг групп Амазона. Fargate — это ваш выбор. Мы еще позже с вами, скорее всего, поговорим про разницу EC2 Fargate, когда что использовать и так далее. Но на сегодня все. Я надеюсь, что мы продолжим с вами двигаться дальше по нашему процессу в соответствии с графиком. Я очень рад, что вы нас смотрите. Я очень благодарен за то, что вы пишете комментарии, обратную связь, ставите лайки, подписываете, советуете друзьям, подругам, бабушкам, дедушкам. Я стараюсь сделать контент максимально понятный всем. Если это не так, пишите в комментариях. Я стараюсь меняться, чтобы вам было интереснее, чтобы мне было интереснее, чтобы я учился и чтобы вы учились. На этом у меня все. С вами был Саша. Мы готовили Амазон. Надеюсь, вы покушали вкусно. Всем пока. Делопс Китчен Токс Закончили.